Друзья, всем привет! Прошу прощения, вчера записал ролик, но не успел выложить его, потому что промотался полдня встреча сообщества, вебинанс была, подготовки, все дела. Сейчас ставлю немного из вчерашнего выпуска, который должен был быть опубликован, и потом, соответственно, подведу итоги уже на сегодняшний день, посмотрим, чего стоит ожидать от актива. На самом деле сейчас биткоин, рипл довольно неплохо себя ведут, и довольно интересные сейчас моменты образуются на рынке. Ну, вначале давайте посмотрим то, что я вчера для вас подготовил, ну, а далее уже обсудим непосредственно график. Друзья, всем привет! Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткое по делу. Сегодня будет такой формат видео на коленке. Быстренько разберу то, что я давал в своем телеграм-канале, соответственно, что отработал, чего стоит ожидать, стоит ли паниковать сейчас по этому сливу актива, либо действительно его довольно неплохо откупает. В общем, давайте разбираться по порядку. Вчера в телеграм-канале писал то, что у нас с вами ожидается слив до уровня 8400 долларов. Также у нас довольно серьезные были движения по кошелькам, которые пошли на Binance. Там действительно довольно большое количество биткоинов было подготовлено для слива. И то, что на данное движение лучше всего наблюдать со стороны, потому что действительно сейчас у нас актив показывал признаки двойной вершины. Но это не совсем уже вот на данный момент похоже на двойную вершину. Двойная вершина – это когда у нас с вами появляются довольно серьезные объемы на слив. Объемы на слив у нас были, но при этом у нас и не отставали покупатели. Действительно, уровень 8000 долларов у нас очень активно откупался. И так как биткоин пошел чуть-чуть раньше, ну и по Ripple тоже было видно, что готовился слив, я решил по Ripple поставить ордера от 43 центов до 39 центов. Соответственно, все эти ордера я забрал. Сейчас, опять же, по стаканам можно наблюдать то, что довольно большое опять формируется количество ордеров на покупку. В принципе, продажи, ну как таковые, ну нету такого паник села, понимаете? То есть, если бы с этих уровней был паник сел, нас бы отправили на уровень 7600. Увы, нет, мы с вами отстояли уровень 8000 долларов. И сейчас самое логичное – ожидать биткоин обратно к уровню 8300-8400. Здесь мы с вами должны учитывать тот факт, что, соответственно, как только биткоин у нас также начнет показывать локальный рост, у нас за ним поползет альта. В принципе, альта у нас откатилась, откатилась до довольно неплохих уровней. И сейчас, в принципе, можно ожидать какой-то локальный рост. Здесь уже довольно важный момент, то, что вероятнее всего, локальным движением уровень 47 центов нам с вами не покажет. Что касается биткоина, если рассматривать график краткосрочно, сейчас все-таки преобладает покупатель, нет никаких суперсливов, поэтому пролом уровня 8000 долларов и поход, соответственно, к следующему сопротивлению – это уровень 8200-8500. Но я думаю, так как мы в прошлый раз останавливались на 8400, то плюс-минус вот в эту цену стоит ждать актив. Но здесь хотел бы обратить внимание на то, что, во-первых, эта сделка должна быть не на весь депозит, потому что, в принципе, сейчас рынок в довольно шатком состоянии, потому что биткоин вроде как и показал преломление тренда, подтверждение вроде как есть, но при этом все равно цену вниз не тянут. Это показывает то, что маркетмейкер планирует держать этот уровень, по крайней мере, в ближайшее время. И, соответственно, те, кто не приемлит риск, я все-таки думаю, что вам стоит воздержаться сейчас от торговли, понаблюдать за рынком со стороны и уже на более очевидных точках хода заходить. Ну и лично я принял решение войти в такую сделку. Еще раз напоминаю то, что на данном канале я описываю свои сделки, не призываю вас их повторять. Ну и, соответственно, лайк, комментарий, подписка. Работаем. Давайте сегодня посмотрим быстренько по рынку, что у нас происходит. Соответственно, давайте начнем с биткоина. Смотрите, по биткоинам мы с вами увидели довольно важный момент. Отпустили его до сопротивления, там получается уровень 8 тысяч, ну и, соответственно, вниз. Ну вот, как он показал по факту, 7700-8000. И хочу обратить внимание, что сейчас активы откупают, причем это видно по стаканам. То есть, довольно большое количество ордеров на покупку, несмотря на то, что это открыты ордера. Но смотрите, здесь какие большие ордера. То есть, действительно, сейчас покупатели готовы. А если рассматривать продажи, ну, они такие. То есть, 1000, 1500, 2750 долларов. То есть, ну, действительно. Ну вот, смотрите, единственное, на 8000 сосредоточенная стенка. Ну, это стенка ботов. И здесь можно сделать такое предположение, что... Ну, высоковероятное предположение. Не думаю, что сегодня, но думаю, в ближайшие дни. Хотя, может, и сегодня мы должны будем пробить уровень 8000 долларов. И, учитывая сопротивление, которое у нас были сформированы, то есть, соответственно, здесь, 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 на уровень 8250 мы актив, в принципе, можем ожидать. В принципе, скажу так, картина на данный момент, хоть и похожа на преломление всего этого дела, но слишком уж активно здесь откупают. То есть, я говорил, соответственно, то, что у нас вот это вот, вероятно, двойная вершина, и дальше у нас должен быть слив. Но, соответственно, объемов нету таких. То есть, если бы у нас вот это был такой паттерн, то мы с вами слив бы до уровня 7000 долларов, почти ответственный бы наблюдали. Его бы никоим образом не стали бы подхватывать здесь. Данная ситуация, она больше похожа на вот это развитие событий. Я думаю, скорее всего, вероятнее всего, мы именно такое развитие событий с вами и увидим. Что касается точки входа, точка входа сейчас, она рискованная, сразу хочу сказать. То есть, это не вариант, там, 99,9%, но, в принципе, она более-менее адекватная с целью где-то на 8700. По крайней мере, то, что показывает сейчас рынок, это должен быть поход в уровень где-то 8500-8200. То есть, предыдущий уровень как раз консолидации, который мы с вами проверяли. По XRP ситуация такая, что вот здесь вот я набирал позицию. Тот, кто смотрит мой телеграм-канал, ссылка на телеграм-канал, как всегда, в описании, видели то, что я решил здесь начать набирать позицию. Какая причина? Потому что, когда мы здесь начали уже сыпаться, вот здесь вот пошли объемы, да, очень крупные ордера повылезали на подхват всего этого движения. И действительно было похоже на то, что нас уже на уровне 40 остановят. По факту так и получилось, но все равно у нас еще какие-то объемы пошли. Поэтому поставил ордера там от уровня 43 до 39 центов. А сейчас ситуация похожа на то, что у нас, даже если не будет продолжения роста, в любом случае мы должны будем ретестить границу 44 цента, то есть, в рамках восходящего канала. То есть, у нас идет восходящий канал, да, даже предположим, это у нас какое-то преломление, хотя по факту, ну, проблематично его назвать. Все-таки, мне кажется, это уже больше похоже либо на продолжение восходящего тренда, либо на формирование тренда у треугольника, который тоже пробивается вверх на высоту вот этого роста. То есть, в принципе, в принципе, это не стопроцентное утверждение, но пока что, что рисует график, у нас с вами может быть вот от этих уровней довольно серьезный прострел. Что касается точек входа, опять же, сейчас точка входа довольно рискованная. Если вы хотите какую-то точку входа а-ля наверняка, то пробитие только вот этих уровней. Соответственно, пробитие 46, ну, даже 46 это уже такой совсем уж перестраховочный вариант. 45, то есть, пробитие 45 нас опять отправят к уровню 46,5-47,5 центов. Это вариант для совсем таких перестраховщиков, которые хотят найти хорошую точку входа и там гарантированно взять какой-то свой небольшой профит, особо не рискуя. Что я наблюдаю здесь? Опять же, здесь довольно большие объемы сосредоточены на покупку. Объемы на продажу сильно упали, поэтому здесь можно ожидать, я думаю, поход, ну, минимум в уровень 0,42,5. А вообще больше похоже на, ну, 44, да, 44, вот плюс-минус в этот уровень. Это если сейчас начнут откупать, судя, вот как показывают стаканы, а здесь, видите, довольно сразу же первый ордер. На 40 центах, на 41 почти центе 14 тысяч, и дальше там 20 тысяч. Много больших ордеров, вот анализируя стаканы, в принципе, вы можете это заметить. Вот эти ордера 28 тысяч и 40, где это, 40 тысяч, ну, сейчас нет этого ордера. 40 тысяч, 28 тысяч, 40 тысяч это ордера ботов, и эти ордера, как правило, убираются в самый последний момент. Поэтому краткосрочно по этому активу все-таки я ожидаю роста. Здесь довольно важно пробить, вот, соответственно, у нас пошли сопротивления, ну, то есть, вот эту линию 41 цента. Я, кстати, писал в Телеграме, то есть, если мы пробиваем 41 цент, разумеется, пробиваем, закрепляемся, мы с вами сразу можем ловить движение в уровень 43,5, ну, 44. Это такой локальный трейд, то есть, соответственно, пробили 41, здесь либо поболтались, либо сделали вот так отскок. Значит, забираем 41, 44, это короткий локальный трейд, который можно провернуть. Опять же говорю, я набрал от уровня, вот, прям 39, 43, потому что все-таки рассчитываю, что мы с вами опять пойдем на ретест 45, 47. Напоминаю, то, что на этом канале я делюсь своими соображениями по рынку, не призываю вас повторять свои сделки, лайк, подписка, комментарий, работаем.